Кошмар на улице Вязов действительно достойный фильм. Проработанные персонажи, да что уж там, Фредди Крюгер стал культовым и самым главным злодеем в жанре хоррор. Но все же недоработки у фильма есть. Нет, не технического характера. С таким бюджетом снять неповторимую картину на самом деле тяжело. Минус-то не в этом, а собственно в какой-то мере в сценарии. Что такое сон? Многие могут сказать, что это другое измерение. Нет, это физический процесс пребывания в состоянии с минимальным уровнем мозговой активности. Человек в среднем видит от трех до семи снов за ночь, но не всегда в состоянии запомнить. И еще один маленький факт. Во сне мы буквально не можем посчитать пальцы или узнать время. Сон это наше сознание, наши мысли и воспоминания. Все это у нас в голове. Иными словами, это ваше королевство. Если какой-то чудик в шляпе пытается вас свергнуть, вы запросто можете его уничтожить. Это ваша арена, ваше подсознание. Кажись, наш недоделанный цой слегка прихуел. Небось, думал бы опишу на дядю Фредди, а он и не заметит. А нихуяшеньки. Я все знаю и вижу. И как ты свои говеные обзорчики строил. И как ты одиноко спишь в своей уютненькой постельке. И даже то, как по ночам ты пишешь стихи о своем обожаемом Акре. И вот теперь я пришел по твою душу, малыш. Я заберу тебя в твой самый страшный кошмар. В нем ты продолжишь снимать свои обзоры, но под ними никогда не появится ни одного комментария. И на твой канал никто и никогда не подпишется. Но чтобы закрепить результат, я помещу тебя на сходку анимешников. И целых три сотни обезумевших анимешниц заставят тебя посмотреть все 620 серий Наруто. Добро пожаловать в кошмар, Скалетто. Добро пожаловать в кошмар. Что такое... нет... кто такой Фрейди Крюгер? Это персонаж, который дал второе дыхание компании New Line Cinema. Персонаж, благодаря которому вышли на свет такие фильмы, как Маска, Тупой еще Тупее, Час Пик, Властелин Колец и еще множество замечательных фильмов. Возможно, у вас будет негодование. И вы зададитесь вопросом, при чем тут Фрейди? А дело вот в чем. В далеких 80-х компания под руководством Боба Шая была на грани разгрома. И еще один неудачный фильм, и студия просто бы сгинула в небытие раз и навсегда. Но легенд... подожди, подожди... Дарный фильм просто не дал этому случиться. И сегодня эту самую кинокомпанию правильнее называть. New Line Cinema. Дом, который построил старина Фредди. Пристегнись, сука! По сюжету фильма, Фредди Крюгер ужасный маньяк-детоубийца, ставший метафизическим демоном, который мистическим образом вторгается во сны подростков и жестоко их убивает. При этом, те, кого он убил во сне, умирают и на его аналогичным образом. Крюгер не просто убивает детей, он поглощает их души. И с каждой седенной душой становится все более могущественным. Подросткам приходится бороться с поражением ужаса собственными силами. Сплотившись вместе, либо действовать в одиночку, ибо взрослые в эти сказки об убийце и сна не верят. И самое главное, они должны понять, для того, чтобы себя спасти, им в первую очередь нельзя засыпать и бояться самого чувства страха. К сожалению, из фильма, фильм становится понятно, что окончательно уничтожить Фредди практически невозможно, ибо он воплощает в себе чистое зло, и его можно лишь на время ослабить, отправив его в ад. Но зло всегда найдет лазейку, чтобы вернуться. В качестве мотива своих злодеяний, помимо самого удовольствия убивать, он желает отомстить родителям этих подростков, которые много лет назад устроили над ним самосуд и сожгли заживо. После того, как узнали, что он тот самый маньяк, который похищал и убивал их первых детей. К слову, поступил он так не меньше, чем с 20 детишками. И спустя много лет, когда в Спрингвиде подросло новое поколение детей, Фредди внезапно явился в сон 15-летней Тиной Грей. С этого все и началось. Давайте же перейдем напрямую к моменту зарождения легендарного первого фильма. По словам Уоса Крэйвена, идея фильма пришла ему в голову после того, как он прочитал несколько заметок в газете о группе молодых беженцев, страдающих от ночных кошмаров. Эти люди даже отказались спать, настолько боясь того, что будет потом. Самым же жутким случаем была история о молодом азиатском подростке. Из той же заметки. Семья парня пыталась его успокоить, но тот наотрез отказывался спать, утверждая, что не переживет эту ночь. На таблетках он сумел продержаться несколько ночей, пока его отец, который был врачом, подмешал ему в стакан с напитком снотворное. Первую-вторую ночь парень так и не уснул, но на третий день измотанный организм сдался. Дом погрузился в тишину. И счастливые родители, уложив сына на кровать в его комнате, уже праздновали победу над недугом. Как вдруг, примерно через час, из спальни подростка раздался леденящий душу крик. Прибежавшие на шум родители увидели дергающегося и вопящего в кровати сына. А спустя мгновение он затих уже навсегда. Аудопсия не выявила никаких аномалий, ни врожденной недуги, ни внезапный сердечный приступ. Не годился в качестве причины смерти. Он просто умер, безо всяких видимых причин, кроме, опять же, внезапной остановки сердца. Также родители нашли пилю леснотворного, что лежали все это время под матрасом его кровати. А еще нашли кофеварку в шкафу со спрятанным удлинителем, ведущим к ближайшей розетке. После этого Крейвен сразу задумался о сценарии фильма. И направился в разные киностудии предлагать свой проект. Однако Уэса ждали отказ за отказом. Ни Paramount, ни Universal, ни многие другие менее известные студии не хотели связываться с картиной, считая идею провальной. Однако, при всем при этом, Крейвен не сдавался и продолжал искать студию для реализации его идеи. Однажды, совершенно неожиданно, он обнаружил себя стоящим у двери Диснея. Да-да, именно того самого светлого, милого Диснея, производящего мультики для детей. Еще более неожиданным оказалось то, что кинодельцы дали добро на постановку его картины. Уэс был, конечно, счастлив. Однако, в головы лезли сомнения. Впрочем, они были небезосновательны. С Диснеем, конечно же, роман не сложился. Боссы настояли, что нужно переписать и смягчить сценарий так, чтобы получившийся фильм могли смотреть и дети, и подростки. То есть, из жуткого хоррора сделать просто увлекательную сказку-страшилку. Уэс, разумеется, долго не раздумывая, ответил Диснею отказом. И снова остался с носом. Совсем было отчаявшись, он пошел искать новую студию. И неожиданно замаячила малоизвестная независимая студия New Line Cinema. Глава компании, ознакомившись с сценарием, пришел в восторг. И в 84-м году Свет впервые увидел фильм про Фредди Крюгера, снятый за 2 миллиона долларов. Извини, что пришлось намусорить, совенок. Если же говорить о том, как создателю Уэсу пришло в голову образ этого персонажа, то история довольно мрачная. Его в детстве напугал некий уродливый бездомный мужчина. Он возник посреди улицы внезапно. Я лежал в своей постели, как вдруг услышал доносящиеся с улицы бормотания. Выглянув с окна второго этажа, я увидел его. Должно быть, он почувствовал мой взгляд, потому что внезапно замер. Я, вернувшись, уставился прямо на меня. Он напугал меня до дрожи в коленях так, что я отшатнулся от окна, поспешив сесть на край своей кровати и укрыться в тени. Я просидел на ней довольно долго, пока не решил, что наконец незнакомец ушел. Но, вернувшись к окну, я к своему ужасу обнаружил, что он не только стоит на месте, но словно поджидает меня. И, заметив, что я вернулся, он поприветствовал меня кивком головы, будто говоря... Да, я все еще смотрю на тебя. Затем он двинулся вдоль улицы в направлении нашего подъезда и скрылся за углом. Добежав до парадной двери, я увидел, как он заходит на первый этаж и вскоре услышал его шаги на лестнице. Мой брат, которому на тот момент было 10, быстро схватил бейсбольную биту и рванул в коридор. Но там уже никого не было. С тех пор минуло много лет. Но до сих пор я считаю эту ночь самым страшным переживанием в своей жизни. Больше всего меня поразило в этом человеке это то, сколько злобы было в его глазах. Нужно обладать поистине больным чувством юмора, чтобы получать удовольствие от испуга ребенка. На этой ноте, пожалуй, стоит закончить первую часть рассказов про Фредди Крюгера. Ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. А также по ссылке в описании вы сможете ознакомиться с грамотной статьей про Фредди Крюгера от моего хорошего друга Евгена. Ну, всем пока!